Дмитрий Романов Сначала обязательно нужно с ним мирно попробовать договориться. Если не получилось, тогда обратиться в суд с предоставлением всех необходимых документов, в том числе и акта о затоплении. Если затопление произошло по вине управляющей организации, которая ненадлежащим образом содержала общее домовое имущество, крышу, инженерной коммуникации, то сначала написать в управляющую организацию с требованием возмещения ущерба. Если организация против, то можно обратиться в государственную жилищную инспекцию. Если не помогло, и это идти в суд. При обращении в суд обязательно должны быть на руках фотографии протечки, акт, составленный специалистом управляющей организации, которого вы вызывали в день протечки, или самостоятельно составленный акт, в котором обязательно должны быть указаны еще два собственника соседних квартир, в присутствии которых данный акт составлялся, и они подтверждают факт протечки с указанием места, размеров и времени, перечислением того, что пострадало в результате протечки. Лучше, если этими соседями будут жильцы квартир по вашему стояку. Также необходимо заказать в специализированные организации экспертную оценку ущерба, чтобы обосновать сумму возмещения ущерба. В последние годы в Российской Федерации появилось много предложений по страхованию имущества, в том числе и жилья. Если вы проживаете в квартире на последнем этаже многоэтажного дома, или над вашей квартирой проживает проблемный сосед, то стоит подумать о страховке.